Привет всем любителям железок, подписчикам и гостям канала. Продолжаем экспериментировать с моей рабочей сборкой ПК. И данную конфигурацию в виде процессора Ryzen 5 2400G, материнки Asus Prime B350MA, 16 гигабайт оперативы Kingston Fury HyperX, две плашки по 8 гигабайт, блоком питания Proton на 750 Вт от Chieftec, можно считать золотой серединой на сегодняшний день. В Cinebench R15 данная сборка выдает в среднем 800 баллов. Напомню, тут есть довольно мощное встроенное видеоядро, которое позволило мне ранее перекантоваться без видяхи. Тут уже побывали народные теперь карточки RX 570, RX 580, можете глянуть, видео есть на канале. Ну и теперь пришел черед карточек GTX от зеленых. Скажу больше, пока это актуально, я собираюсь испытывать послемайнинговые карты. Насколько это вообще рискованно и правильное ли это решение? Сейчас узнаем. Итак, моделируем ситуацию. У меня ограничен бюджет. Я собрал ПК на Ryzen 5 со встроенной графикой, а потом планировал насобирать еще деньжат и купить карточку. И вот пришел тот день. Вот она красавица, несу домой. GTX 1060 на 6 гигабайт. Тоже народная карточка, поскольку цены с выходом новых карт не так кусаются, как раньше. А тем более я взял на вторички. OLX в Украине, это то же самое, что Авито в России. 5500 гривен цена вопроса. Это 205 долларов или 13500 рублей. Да, можно найти дешевле, ведь после майнинга они просто посыпались в продажу. На вторичку имеется в виду. Но что мной двигало в выборе? Во-первых, я хотел купить с проверкой, именно в своем городе, а не брать кота в мешке. Во-вторых, если карта была в майнинге, логично, что чем лучше у нее охлад, тем больше шансов, что она в полном порядке. Мне продавец честно сказал, что она майнила. В-третьих, это уже конечно каприз, но я хотел большую бандуру с хорошими радиаторами опять-таки. Вещь, так сказать, в ПК. Благо корпус на это и рассчитан. Хоть он и микро АТХ. Радиаторы реально внушительных размеров и три вертушки на борту. Пять тепловых трубок. Смотрю, что 8 пин нужен для питания и он у меня есть. Ведь под прошлую карточку пришлось менять блок питания на чифтек, так как старый просто не тянул ее. У этой, конечно, аппетит поменьше, но 750 ватт в моем чифтеке, думаю, будут не лишними в будущем. После установки этой карточки в корпус, сборка, конечно, преобразилась. Особенно, когда я включил подсветку. Реально прикольно. Иногда, когда о чем-то задумываешься, засматриваешься на разноцветные огни, ПК как будто дышит. Хотя настроить светодиоды можно по-разному через приложение Аура или вообще отключить. После удаления предыдущих дров и установки новых, первым делом я прогнал карточку фурмарки. Максимальная температура через 20 минут стресс-теста составила 68 градусов. Сразу же обращаю внимание на то, что в корпусе нет вертушек на вдув. Корпус закрытый, я специально снял кулера ради тишины. К тому же сборка очень холодная и для моих задач хватает. В видеомонтаже он не сильно греется. Хотя хрен с ним. В этой карточке есть пару разъемов для корпусных кулеров. Карта, по идее, включает их сама, когда ей становится жарковато. Как же это не проверить и не показать вам? Легким движением руки, почти легким, я снял переднюю панель. Конечно же, для профилактики убираем пыль. И пыльник, кстати, за компанию почистим. В общем, подключил я вентилятор к ней и запустил фурмарк. Очень долго мне пришлось ждать. Реально долго. Я даже закрыл корпус крышкой, чтобы ей было жарче. Но пришла идея еще дополнительно включить видео в 8К 60 кадров с YouTube. Ведь у меня два монитора и вот лишь тогда, где-то после 65 градусов, с нехотя включился вентилятор. В общем, здоровенный радиатор и 5 тепловых трубок делают свою работу. Ну, нереально ее разогреть. И корпусный вентиль можно оставить на всякий пожарный. Все равно валяется, а включаться будет, как я понял, не часто. Итак, все в принципе готово. Теперь, конечно же, нужно проверять в деле. Игры. Напомню, она мне обошлась в 205 долларов. Если покупать такую сейчас новую, то просят за нее 404 доллара примерно. В два раза дороже. Нехило так. Первым делом включаем Doom 4. Игрушка, я смотрю, идет совсем налегке. Стабильная 60 кадров. Проц откровенно отдыхает. Карта тоже только наполовину загружена. Играть очень легко и приятно. Мониторы, кстати, у меня 60 герцовые, 23,8 дюйма, Full HD. Название и цены всех железяк оставлю в описании, кому интересно. Следующая игра. Battlefield 5. Настройка, конечно же, ультра. И вот на первой локации в начале игры 50 кадров. Кое-где 60. На другой локации тоже около 60 кадров. FPS вполне играбельный. Карта загружена под 100%. Проц от 60 до 70%. При этом карточка не греется особо. 60 градусов. Линия времени кадра при этом не такая спокойная, как была на RX 580 на этой же сборке. Все же батла больше оптимизирована под Родион. Это мы и проверим в Battlefield 1. Тут 60 кадров. Но я замечал на фрейм тайм статтеры, которые реально неприятны во время игры. На Родионах 570-580 такого не было. Опять оптимизация в деле. Карта опять-таки особо не греется, а загрузка не максимальная. От 80 до 90 в среднем. Оперативы игра берет тоже немало. Более 8 гигабайт. Так что 16 в самый раз. Эх, нашла ностальгия. Установил парочку игр Stalker. Говорят, может продолжение выйдет. Вот я в него бы поиграл. А так карта грузится на целых 15%. Зато одно ядро процессора аж на 100 грузится. Видеопамяти чуть больше гига занято. Блин, а ведь игре 8 лет. А бать твою дайбу прикурить я обойду. Ладно, едем дальше. Assassin's Creed Origins. С прошлой карты Radeon RX 580 прямого конкурента данной карточки остался результат прохождения бенчмарка данной игры. 46 FPS в среднем. Производительность стабильная. На данной карточке после парочки прогонов тоже стабильная производительность, но среднее количество кадров выше 61 FPS. Тут уже под Nvidia игра больше оптимизирована. Сама игра на высоких настройках тоже идет стабильно, нехило так нагружая проц и карту. Far Cry 5. Бенчмарк. Специально снимаю экран на камеру, а не пишу утилитой GeForce Experience, чтобы не занизить FPS. Все же это немного влияет на производительность в 3-5 кадров где-то. И у нас тут 65 кадров в среднем. На 580 RX тут было 60 кадров. В динамичных сценах в среднем 55-60 кадров с просадками до 44. На других локациях может быть конечно и повыше. В общем играть можно уверенно и на высоких и на ультра настройках в разрешении Full HD. Теперь глянем игру, которую знают все и которая наверное так же поднадоела. Ведьмак. Зато так как она нехило грузит систему, посмотрим что она нам покажет. Если все на ультра, в том числе эффекты волосяного покрова на голове у Геральда, то получаем 45 кадров в среднем. И странный рисунок линии Frame Time. Но играть комфортно в общем. Если же оставить те же ультра, только убрать эффекты волос, уже картина повеселее. И вот эти лысые русалки отхватывают уже с 50 с лишним кадров. В общем играть и наслаждаться максимальной графикой выйдет. Watch Dogs 2. Данная игрулька на ультра настройках показывает до 50 кадров. Если немного понизить, то будет плюс 5-10 кадров. Хотя и так вполне играбельно. Замечу, что игра любит много памяти. Почти вся видеопамять занята. И плюс оперативы более 6,5 гигабайт занята. При этом опять нагрева нет. Мне если честно как-то непривычно. Просто перекуривает в плане температур. И если взять к примеру Родионы, там тоже было 70+. Смотрю на температуры этой карты и чувствую себя откровенно увереннее. Ассасин Крит Одиссей. Тяжелая новая игрушка. На высоких настройках графики можно играть в среднем с 45 кадрами. При этом железо нагружается, что прост, что карта почти притык. Потом же, если выставить ультра высокие, проще говоря максимальные настройки, где-то выходит на кадров 10 поменьше. Так что, наверное, нужно оставлять по умолчанию лучше. Тоже памяти берет так нехило. Играть в целом можно с комфортом. World of Tanks. Тут нас ждут 90-100 кадров. И это всевозможные ползунки графики, выкрученные на максимум, выше некуда. Очень легкая игра для данного ПК. Да и в принципе. Потом я решил отрендерить видео и тоже сравнить с RX 580. Все это делалось в Adobe Premiere Pro CC 2019. Я сравнил скорость рендера 1060 с RX 580 в одном и том же проекте. Где-то на минуту куда ядра карты 1060 оказались быстрее. Незначительное преимущество, но оно есть. Действительно незначительное. И что я могу сказать в итоге. После того как я ставил сюда и 580 RX на 8 гигабайт и GTX 1060 на 6. Я удостоверился, что они плюс-минус одного и того же уровня. А Ryzen 5 2400G достойно показывает себя в связке с ними. Я бы даже сказал отлично. Мне кажется если брать новую, то целесообразнее и выгоднее RX. Они новые дешевле сейчас чем 1060. Если же брать GTX, то можно посмотреть на вторички. Потому что 400 баксов за такую же новую как-то многовато по-моему. Желательно хорошенько проверить ее перед этим и желательно у себя в городе брать. Пишите кстати в комментариях покупали ли вы железо ПК через RX и Авито и насколько удачно. Мой опыт увенчался успехом. Карта огонь, сборка тоже крепкий середнячок я бы сказал. С возможностью апгрейда. И если брать БУ, то что-то вот такое надежное, холодное. И вот я подумал не будет ли узким местом в сборке проц, если поставить сюда к примеру 1070 или еще лучше GTX 1070 Ti. И тоже из вторичного рынка. Интересно? Ставь лайк, подписывайся на канал и проверим. А в следующем видео я планирую попробовать разбить, заморозить, утопить защищенный смартфон. Никогда не пробовал. Если тебе интересно, то ты знаешь что делать. С вами был Андрей, канал Smart Plus. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok